Администрация Владивостока ищет компанию, которая займется отловом и содержанием собак. Вопрос безнадзорных животных давно волнует жители города. В краевой столице планируют постройку специализированного приюта. Сейчас мэрия ведет переговоры с потенциальными организациями и определяет земельные участки для его создания. В данный момент на управление дорог администрации города размещен муниципальный контракт. Происходит прием заявок на организацию отловы и стерилизации животных без владельцев. Одним из условий участия в контракте должно быть наличие приюта. Наличие приюта это минимум 200 голов содержания животных. Согласно 692 краевого закона на территории города Владивостока в течение года необходимо отловить порядка 1267 голов безнадзорных животных. На эти деньги выделена субсидия краевая в размере 9 миллионов 269 тысяч рублей. Чтобы заняться этим вопросом, у компаний должны быть соответствующие условия для отлова, проведения операции и временного содержания животных. Приютов, смогущих вместить такое количество животных, в Владивостоке нет. Параллельно администрации города проводится отбор земельных участков, которые должны соответствовать ряду требований. Самое первое – это достаточная удаленность от зоны жилой достройки. То есть, ну понятно, собаки лают, машины приезжают, все это, чтобы не создавать неудобства жителям. Второе условие – это наличие коммуникаций. То есть, для содержания животных это канализация, вода, электричество, плюс специализированные помещения. После отлова, после отлова, значит, животные содержатся в приюте 20 дней. После чего либо находят нового владельца, либо выпускаются в среду обитания обратно. Зоозащитники краевой столицы готовы оказывать помощь городскому приюту, когда тот будет создан. Да, мы не против. Да, мы готовы помогать. Мы готовы там и пиарить этих животных, помогать и кормами, фотографиями. Ну, то есть, всячески пытаться способствовать их пристрою, но вопрос – кто этих животных будет задержать, какие сроки будут установлены и установлены ли, на какие средства, собственно. Ну, короче, вот эти все вопросы чисто такие житейско-организационные. И пока ответов на них нет, я так понимаю, ни у кого. Ни у зоозащитников, ни у администрации. Безнадзорные животные – проблема многих городов. Четвероногие друзья от голода и сложившихся условий жизни становятся дикими. Жители Владивостока надеются, что скоро эта проблема будет решена. Екатерина Зверева, Денис Фадеев, Новости на Восьмом.